Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У нас в этом году случилось, получилось как ирония судьбы. Вот эти и чудо-теплицу, и вот этот парник под перцем и баклажаной я заказывала уже давно для сохранения, для защиты растений от холода, от весенних заморозков. Но получилось, что у нас в этом году нет никаких весенних заморозков, нет никакого холода. И вот, например, чудо-теплицы у нас предохраняет растения от солнца, вместо того, чтобы предохранять от холода, от весенних заморозков. А вот этот агрошит, я долго думала, может быть в этом году вообще его не разбирать, потому что нет ни холода, ни заморозков. Но потом я решила, что, наверное, сейчас его нужно собрать, потому что, например, на послезавтра нам передали, что будет град, и муж сказал, что обычно после таких, после аномальной жары у нас всегда приходит град. Он хотя бы защитит нас от града, и потом перцы и баклажаны, они же более теплолюбивые. И вот этот агрошит, этот парник, защитит мои растения хотя бы осенью, даст им продлить вот эту их жизнь, даст им постепенно дозревать именно на корнях. А не нужно будет мне их срывать, потому что у нас в сентябре уже могут быть морозы. Сейчас будем собирать, я все вам подробно покажу, но у нас уже есть опыт сбора вот этой чудо-теплицы. Так что этот младший брат чудо-теплицы, я думаю, поддастся нам уже намного легче, потому что для нас уже это не в новинку. Вот как раз это место я держала под этот парничок. Все, сейчас будем собирать. Ну вот тут смотрите, тут такой же примерно конструкции, только он меньших размеров. Он по высоте немножко пониже. Если вот это вот чудо-теплица, она, можно входить сюда в полный рост, метр восемьдесят, то это, как я назвала, младший брат, то есть он будет чуть-чуть поменьше. Вообще характеристики указаны такие же, такой же вот этот вот стальной каркас. И сейчас мы его узнаем. Тоже написано, что устойчив к товаровым нагрузкам. Материал уникальный, про который я уже говорила. Также куплен на сайте сибирский агроном.рф. И еще здесь где-то сбоку хотела вам показать. Ой, вот она. Ой, показать ей удалось. Сейчас подождите, одной рукой сложно. Вот почему он называется агрощит, как я поняла, что стальной парник, он защищает урожай. Вот тут такие картинки, видите, перчики. И вот у меня там тоже точно так же будут сидеть перчики. Еще раз хочу напомнить, что это наш алтайский производитель. Эти производители, конечно, для меня родные. Потому что много ли вы раз слышали про алтайские какие-то товары и производители. Мы же сейчас многие у нас привыкли. Если чего-то нет, мне вот часто советуют. Выпишите на Алиэкспресс, что ли. Но я ни разу не выписывала, не знаю. Я вот решила, что лучше выписать у своих родных купить. Мне очень приятно представлять своих земляков именно как производителей товара. И если этот агрощит покажет себя очень хорошо, я, конечно, буду рекомендовать его и другим своим зрителям. Но пока это только начало сезона. Вот сайт, на который вы можете зайти и посмотреть всю информацию. Вот сейчас то, что я буду рассказывать, это только предварительная информация. И, конечно, конечный вот какой-то так оценочный видеоролик я буду снимать осенью. Пока что только сборка. Так как затянула до последнего, вот с установкой, видите, торопилась, открывала не очень аккуратно, как будто мыши прогрызли. Тут тоже вложена вот такая же инструкция, как и у моей вот этой, у чудо-теплицы. Ну, короче, все по такому же принципу. Также, сейчас я... Также, как я вам показывала, что состоит из нескольких видов. Вот профиль прямой, потом профиль дуга. Все-все подробно тут пошагово рассказано. И тут так же, как в чудо-теплице, в зеленом пакетике вложена вот эта вот тендовая ткань, про которую я уже рассказывала. Вот написано уникальный материал нового поколения. Райфенхаузер. Я все выговорить его не могу. Про него есть отдельное у меня видео. Вот смотрите, тот, кто не смотрел предыдущие видео, я в описании к этому видео, чтобы еще раз не повторять, скину вам ссылки про материал райсинг, вот этот, короче, на букву Р, про этот материал укрывной, про то, как я чудо-теплицу мы собирали, для чего я купила чудо-теплицу, для каких целей именно я, потому что цели у всех разные. Я ее приобретала для получения раннего урожая, для защиты от заморозков. Но видите, получилось, что у нас аномальная жара в этом году, от заморозков защищать некого было. И вот смотрите, этот еще проще, чем чудо-теплица, потому что чудо-теплицы, кто помнит, я показывала, было четыре вида. Там два дугообразных, одни дуги были большие, другие маленькие. И вот эти профиля, которые прямые, тоже были одни большие, другие маленькие. Я вот уже посмотрела эту инструкцию, вот этот агро-щит собирать еще проще. Тут главное, чтобы нам хватило места по длине, потому что я оставила, вот видите, до забора. Там у нас соседский забор, и хочу посмотреть, видите, какие у нас еще строения. Я говорила, что город старый, вот соседи, видите, вот это их банька, это сарай. У нас вот эти вот постройки, 905-го года здесь люди жили. И вот, к слову, пришлось, вот как люди еще живут с такими вот, с такой недвижимостью. И недвижимость, конечно, очень дешевая, но провинция. Все, сейчас будем собирать. Я думаю, проблем у нас не будет, потому что вот у нас инструкция, вот у нас железки двух видов. И, как всегда, как и там, вложен ключик. Даны все вот эти вот, как их называют. Меня муж все учит, что если длинный, значит болт, если с дырочкой, значит шайба. Или гайка. Вот тут, короче, и болты, и шайбы, и гайки. Сейчас начнем собирать. Техническая поддержка сегодня будет у меня сын, потому что муж на работе. Я до выходного уже не могу ждать. Я жду целую неделю до выходного, чтобы он мне то капельный полив сделал, то парничок собрал. Сейчас будем сами с сыном собирать. Так же, как в чудо в теплице, вот этот парничок, который агрощит, начинается со сборки вот этих горизонтальных направляющих. Это самая первая, самая простая процедура. Когда все вот эти соединены, тогда уже к ним будут надставлены вот эти дуги. Все очень подробно рассказано и продвигается все очень быстро. После того, как вот эти вот направляющие раз, два, три собраны и дуги отдельно собраны, остается только их скрепить в местах соединения. Вот видите, здесь сейчас будут вот эти две полоски здесь, одна вверху. И уже просматривается силуэт парничка вот этого агрощита. Вот и готово собран вот этот парник, готов каркас. Осталось только накинуть вот этот тент. Ну, видите, вода тут. У нас несколько раз нас выгонял отсюда дождь. То он польется, то прекратится, то польется, то прекратится. Я решила, что сегодня мы на этом прекратим. Ткань пока не будем накидывать. Мне просто жалко, тут мокро. Не хочется сразу измазать вот этот тент. Видите, чудо-теплицу мы в сухую погоду собирали. Она стоит чистенькая, красивая такая, вся светится. А так как у нас снова, видите, надвигаются тучи. Сейчас опять будет дождь. Я сейчас убегу завтра. Ну, тут осталось, короче, смотрите, вот эти ножки и лапки вкопать. И сверху тент набросить. Я сейчас на сайте, на котором заказывала, покажу вам, как она будет в готовом виде. И еще раз напомню, если кто-то интересуется, хотя бы просто посмотреть информацию. Я заказывала вот эту, как я ее так хочется сказать, тепличку. Вот этот парник на сайте сибирский агроном.рф. Я дам вам ссылку, по которой можно перейти и посмотреть всю информацию. Сейчас пока у нас карантин, вот этот коронавирус. В этом году ясно, что вы уже не будете, скорее всего, заказывать, потому что сезон уже вроде высадки закончился. Ну, как раз сейчас прекрасное время, когда можно почитать информацию, ознакомиться с характеристиками, повыбирать, посмотреть на одном сайте, на другом. Вот вам рекомендую зайти на наш сайт алтайских производителей. Мне очень хочется, чтобы кто-то из моих зрителей приобрел, например, какие-то алтайские товары. И пусть у вас на огороде будет какой-то, ну как, подарок, кусочек нашего Алтая. Будете вот этот агрощит, например, собирать или чудо-теплицу. И будете вспоминать, вот это вот соленой родины пришла нам вот эта вот теплица или парник. Сейчас я покажу издалека сначала, как он выглядит, а потом зайду на сайт и покажу, как он выглядит в готовом виде. Вот так вот он как раз прекрасно вписался в этот отрезок, который я говорила. Тут вот будет чудо-теплица, которая большая. А тут парничок для перцев и томатов. Вот этот агрощит, который поменьше. Между ними будет небольшой проходик, чтобы можно было, ну там, накрывать эти тенты. Сейчас я покажу вам, как он будет выглядеть уже с этой стряпкой, с укрытым материалом. Вот тут на их сайте как раз можно посмотреть, как он... Ой, подождите, мышку возьму. Как он выглядит, этот парничок. Тут указаны размеры. И всю информацию можно посмотреть. Вот указана цена. Это как раз тот сайт, о котором я говорила. Чудо-теплица РФ. Вот та теплица, которую я собрала под томаты, и тот, который вот сейчас я собираю под перцы. Это все на одном и том же сайте. Вы смотрите, 5,20 длина указана. Метровая она. И метр двадцать высота. Высота, конечно, поменьше, чем этот. И если у кого-то будут какие-то вопросы, например, кто-то при выборе, ну, захочет приобрести при выборе, тут вот на этом же сайте я сейчас вам покажу. Так, так, так. Едем, едем, едем. Так, это отзывы, это нам не нужно. Вот. Тут можно, вот этот, если есть вопросы, можно позвонить по телефону. Можно написать, связаться с работниками сайта, потому что вопросы есть разные. Вот. Сколько стоит доставка, сколько прослужит каркас, сколько прослужит тент, нужно ли снимать тент на зиму. Но я сразу могу сказать, что доставка сейчас бесплатна. Сколько прослужит тент, это, конечно, от нас зависит. Многие на зиму все-таки снимают. Каркас без тента дается гарантия на 20 лет. Но это пока что, как... Это гарантия производителя. Ну, проверить я не знаю, я смогу 20 лет проверить или нет. Для меня это, конечно, очень большой срок. Но, по крайней мере, мне кажется, что... Ой, вот она, бесплатная доставка. Я сразу скажу, что я заказывала именно вот на этом сайте, потому что, ну, это, я уже говорила, алтайский производитель. У нас с Барнаула очень быстро доставка. Но даже если вы живете далеко от Барнаула, есть в других городах тоже, кто это получает. Доставка бесплатна по всей России. У нас, не знаю, в других городах есть или нет, у нас в Бийске есть хозмаркет, вот этого агронома. И привозят прямо в этот магазин, в хозмаркет, у нас на улице Васильева на стройке, а мы там получаем. И получается, что только нужно заказать, а остальное все делается. Ну, к этой компании. Все, я в течение лета буду показывать. Конечно, я следующее видео покажу прямо вот буквально на днях завтра или послезавтра, когда я буду туда высаживать. Сегодня просто погода не дала, дождливый день. Каркас мы собрали, но грядку делать не стали, потому что дождь. Все, вот пока на этом я заканчиваю, про этот парничок для перцев. Буду высаживать перцы и баклажаны, я все покажу и, конечно, посмотрю. Очень многих волнует, потому что у нас в сибирском регионе все-таки перцы и баклажаны вызревают не так хорошо и не так быстро, как томаты. И в первую очередь люди стараются прикрыть все-таки перцы и баклажаны. Некоторые не снимают даже на лето, а особенно осенью, при первых холодных росах, при первых заморозках повреждаются в первую очередь перцы и баклажаны. Поэтому их прикрыть сам Бог велел.